Демократия 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 И люди подают заявление, хотят, что они сами хотят быть членами этого районного общинного совета community board, но всегда прислушиваются к рекомендациям депутатов горсовета от той территории, которую округа покрывают те или иные community boards. И потом утверждают эти заявления в финале президенты БОРа районов в городе Нью-Йорке, 5 БОРа, 5 крупных районов, Бруклин, Манхэттен, Квинс, Бронкс и Сеттен-Айланд. Президенты этих БОРа утверждают эти заявления applications. И, как правило, после этого остались 50 человек, которых отобрали, они собираются ежемесячно на все эти собрания районных общинных советов community boards и принимают решения, голосуют. Формально community board это такая вот advisory position, то есть это структура, которая дает рекомендации, высказывает свое мнение. И формально вроде бы большого значения оно иметь не может, потому что немало случаев известно, по крайней мере в городе Нью-Йорке, когда решение community board потом было прокинуто вышестоящими инстанциями. Горсоветом, мэром города, президентом района или, например, какими-то новые законы, принятые депутатами горсовета, агентствами, ведомствами города. Бывает, что не прислушиваются иногда к мнению community board. И все-таки в большинстве случаев это мнение, хоть и совещательный голос, имеет очень большое значение, потому что деятельность этих структур освещают газеты, местные средства массовой информации. Иногда на заседания районных общинных советов приходит немало жителей того или иного района, особенно когда какие-то спорные вопросы обсуждаются. И это вызывает большую-большую огласку, большую волну или протестов, или поддержки того или иного решения. И, в общем, все-таки на события они могут влиять. Ну, на какие события? Мы, опять же, не говорим про какие-то глобальные вещи международного масштаба или даже общегородского масштаба. Ну, например, такой тривиальный вопрос, как уборка мусора в городе. Просто уборка мусора. Иногда поступают звонки в офис того или иного дистрикт-менеджера в районные общинные советы, говорят, вот там-то переполненная урна с мусором, вот там вообще упали эти урны, разбросан мусор по всей улице, по всему кварталу. Или вот в таких-то участках вообще там пройти невозможно. Или там бизнесы за собой не убирают. Вы скажете, а чего звонят в районный общинный совет? При каждом районном общинном совете есть офис. Обычно в этом офисе работает дистрикт-менеджер. Это платная позиция. Вот это одна из немногих платных должностей в этом районном общинном совете, где все 50 его членов – волонтеры. Но дистрикт-менеджер – это оплачиваемая позиция, правда, там совершенно невысокие зарплаты. И обычно у дистрикт-менеджера один или два, чаще всего два подчиненных, как бы его помощники. И вот они эти звонки принимают, туда люди звонят, говорят, мусор. Они потом, эти дистрикт-менеджеры или помощники, начинают звонить в городской sanitation department, департамент коммунального хозяйства. И они говорят, вот там почему не убрано? Пришлите, пожалуйста, мусороуборочную машину, пришлите работника в тот или иной район, уберите мусор. И потом, когда проходит собрание ежемесячное, уже всем рассказывают, что в таком-то районе все время мусор, все время переполнены урны, все время грязь. И вот нужно обратить внимание, еще проходит часто в некоторых районных общинных советах, так называемый называется кабинет-сервис-митинг, когда дистрикт-менеджер, менеджер того или иного округа, собирает на заседания представителей всех городских агентств, но основных, скажем, по уборке мусора, по работе с потребителями, там, Consumer Affairs Department, по защите прав потребителей, департамента транспорта и других представителей всех городских основных ведомств, полицейского департамента, пожарного. И вот она им говорит, нам звонят все время, что, не знаю, что автобусы по этому маршруту ходят с промежутком там 35-40 минут, дождаться невозможно. Или нам говорят, что вот возле этой станции метро там очень грязно. Или очень часто районный общинный совет голосует, утверждает, если так можно сказать, рекомендует, если хотите, я сказал, совещательную роль, рекомендует штатной структуре, которая называется ликераторит, это структура, которая выдает лицензии на торговлю алкогольными изделиями. И вот они всегда интересуются, эта структура штатная, всегда интересуются у районных общинных советов, у местных полицейских участков, а нет ли претензий к этому, тому или иному питейному заведению, к тому или иному бару или ресторану, все ли там тихо и спокойно. И, конечно, если в итоге районный общинный совет говорит, что в этом баре или ресторане, ночном клубе все стоят на ушах до 4 утра, драки и внутри, и снаружи, бутылки летят, полиция говорит при этом, что уже постоянно там какие-то аресты в районе этого бара или ресторана, и районный общинный совет не утверждает и говорит, что рекомендует забрать такую лицензию на торговлю алкогольными изделиями, то после этого бар, ресторан, ночной клуб глубоко пожалеет о том, что у них такой вот бардак там, и если они проигнорируют запросы или обращения вот этого районного общинного совета, то это они себе на голову сделают, потому что если они останутся без лицензии на торговлю алкогольными изделиями, кто же потом в такой бар будет ходить, ведь весь смысл бара это торговать алкогольными изделиями, да и не только бары иногда, и ресторан тоже без алкогольных изделий очень часто может оказаться в очень тяжелой ситуации, поэтому, как бы ни отмахивались очень часто некоторые бизнесы, в том числе рестораны, бары, ночные клубы, от мнения совещательного голоса районного общинного совета, это они сделают вопреки своим интересам. Опять же, вот такое письмо от комьюнити-борд в управление поликеро-водочным изделием штата Нью-Йорк, или то же самое касается и других штатов, это будет очень серьезное последствие, если местная районная общинная структура говорит о том, что этому заведению нельзя продлевать сроковое действие лицензии выдавать, потому что там очень много проблем с безопасностью, с шумом, с драками и так далее, это создает проблемы всему району. И часто ко мне обращаются люди в тех или иных районах города, вот что делать, нам не можем жить напротив этого бара, ресторана, там просто с ума все сходят. Я всегда говорю, соберите несколько человек и придите на следующее заседание районного общинного совета, и выскажите все свои претензии. И когда подойдет срок обновления лицензии на торговлю алкогольными изделиями для этого бара, к вашему мнению могут прислушаться и послать рекомендацию туда, в Албане, в управление ликеро-водочными, по выдаче этих лицензий, и те могут приостановить выдачу такой лицензии, или штрафовать что-нибудь, в общем, в любом случае в полицию пожаловаться. Иногда это может возыметь действие. Конечно, это такие любые санкции против такого рода бизнеса вызывают недовольство владельцев этих бизнесов. Они говорят, как же так, мы так напряженно работаем, тут кто-то пожаловался, соседка через дорогу пожаловалась, что ей видишь лишь шумно. Ну, вы знаете, в Америке это такое понятие, как демократия, конечно. Конечно, если пришли люди и пожаловались в районный общинный совет, и потом это произвело эффект, такой, какой я сказал, то придется прислушиваться и к мнению населения. Может ли это быть решающим мнением? Еще раз, комьюнити-борд совещательный голос. Только мнение свое может высказывать. Но, тем не менее, к этому мнению могут иногда, не всегда прислушиваться и власть имущие. И если это на постоянной основе, вот такие жалобы, могут и добиться лишения лицензии для торговли алкогольными изделиями. Часто жалуются в районный общинный совет, где на собраниях которого почти всегда выступают представители полицейских участков, жалуются на ситуацию с бездомными. Это серьезная проблема. Например, сегодня в городе Нью-Йорке 52 тысячи бездомных. По данным последней переписи, проведенной специальными организациями по учету количества бездомных, вот в городе Нью-Йорке сегодня 52 тысячи бездомных. Иногда эти бездомные кучкуются, если так можно выразиться, на станциях метро. Иногда они где-то могут ночевать возле банкомата, внутри банков. Могут в других местах, где явно, конечно, они создают большие проблемы для других людей. И полиции нужно, конечно, себя, как правило, очень осторожно вести, потому что только за то, что человек бездомный, его нельзя арестовывать. Его можно арестовывать только за нарушение каких-то правил. По крайней мере, в городе Нью-Йорке арестовывать бездомного можно только, если он там справляет нужду на улице, пьет алкоголь из открытого контейнера, например, на улице, или создает какие-то еще проблемы. Только за то, что он где-то бездомный сидит, его практически невозможно арестовать или куда-то проводить. А учитывая проблемы с ночлежками и состоянием ночлежек, далеко не все бездомные рвутся переселиться в ночлежки с улиц. Особенно, когда теплая погода. Но это касается не только, наверное, Нью-Йорка. Я видал немало, скажем, бездомных в очень красивом и солнечном городе Сан-Франциско. Видел армии бездомных, скажу честно. И поэтому это не только проблема города Нью-Йорка. Но я к тому говорю, что районные общинные советы занимаются и этой проблемой тоже. И к ним поступают звонки и вопросы, они обсуждают эти вопросы. Могут пригласить на собрание вот этого ежемесячного кабинета сервис-митинга представителя департамента города Нью-Йорка по делам бездомных. Организации могут пригласить, благотворительные, которые оказывают помощь в работе с бездомными. Различные программы есть и так далее. То есть могут и этой проблемой заниматься. Вот, казалось бы, все это я рассказываю не о каких-то глобальных вопросах. Но разве это не важно, чтобы в вашем районе не было шума возле бара, было поспокойнее, чтобы не были кругом бездомные, чтобы было тихо и спокойно. Следующий вопрос, которым занимаются все эти структуры, это связано с парками. Безусловно, состояние парков, чистота, чтобы там было тоже спокойно, чтобы, особенно вот это касается тех районов, которые пострадали после урагана Сэнди, в очень плохом состоянии многие деревья оказались. Иногда прямо, что называется, сучья могут упасть на голову. Такие, к сожалению, случаи были, и это создавало серьезные проблемы. Кстати, одними из первых жертв урагана Сэнди были не те люди, которые утонули или которые там где-то застряли, а вот были случаи буквально в первые же дни после урагана, когда очень большие сучья деревьев падали на голову людям, и они от этого получали травмы, увечья. Такое может произойти не только, когда после урагана или сильного ветра или дождя, просто бывают очень старые деревья, что-то засохли и так далее. Вроде, опять же, мелкий вопрос, на самом деле он совсем не мелкий, и этим вопросом может и занимаются тоже районные общинные советы, комьюнити-бордс. И штатные, и волонтеры в комьюнити-бордс всегда стараются, часто обсуждают вопросы состояния благоустройства парковой зоны. И состояние деревьев, и я неоднократно присутствовал на собрании тех или иных районных общинных советов, где выступали представители, иногда и руководители департаментов парков и Бруклина, других районов, иногда из города приезжали, к городского департамента парков и рассказывали, что собираются изменить, где как-то там подрезают какие-то сучья. Некоторые деревья просто приходится вырубать, иногда настолько они опасные, могут упасть. В общем, это тоже муниципальный вопрос. Но очень-очень важно. И хорошо, когда граждане сообщают о том, что вот такая проблема существует, сообщают и в районный общинный совет в том числе. Конечно, все очень много зависит от местных политиков, в первую очередь депутатов горсовета. Я уже сказал, что, как правило, они рекомендуют людей, кто будет на следующий срок в этом районном общинном совете находиться. Многое зависит от президентов районов всех пяти города. Конечно, иногда тон задает и мэр города. Многое зависит от бюджетов этих районных общинных советов. Например, во время правления мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга ему не нравилась слишком активная роль некоторых районных общинных советов о том, что они все время что-то рекомендовали, что-то запрещали, что-то опровергали, что-то поддерживали. И он попытался, что называется, обрезать немножко крылышки местным органам самоуправления. Он просто подрезал им бюджеты. Это, конечно, создало серьезные проблемы. Потому что когда бюджеты подрезают, и людей на работу сложнее взять, и офисы нужно поскромнее арендовать, и возможностей меньше. И вот сейчас идет разговор о том, что при новом мэре Билли де Блазио все-таки вернуть на прежний уровень бюджеты районных общинных советов, где, я уже сказал, 50 волонтеров работают, а деньги тратятся только на то, чтобы был офис, был дистрикт-менеджер, и было 2-3, может быть, помощника каких-то. И можно было как-то на телефонные расходы, на транспортные и так далее, чтобы можно было вообще функционировать в перерывах между заседаниями районного общинного совета. Их тоже нужно, кстати, готовить. Всех этих представителей агентств нужно приглашать, собирать. Это все требует большой работы, пусть незаметной, но очень важной и нужной для благоустройства того или иного района. И вот мне хочется сегодня в передаче сказать спасибо, по крайней мере, одному районному общинному совету, где я на заседаниях которого много раз присутствовал в разных качествах, и как журналист, и как общественно-политический деятель. Не буду говорить о всяких других вопросах. Мне очень нравилась демократическая атмосфера заседания этого районного общинного совета. Еще мне очень нравилось уважительное отношение руководства этого районного общинного совета и к членам районного общинного совета, и к населению района, ко всем гостям, ко всем, кто высказывает или предложения, или замечания, или похвалы, неважно. Я говорю про районный общинный совет Бруклина, номер 14. Это районы Фладбуш, Мидвуд и Кенгсингтон. Дистрикт-менеджером там работает очень приятная, интеллигентная женщина по имени Шон Кэмпбелл. Вот вы как раз видите ее на ваших телеэкранах. Это как раз я ее сфотографировал после очередного собрания кабинет-сервис-митинга, где представители 18 городских агентств были собраны, и она им говорила о том, какие жалобы от населения или предложения поступают по тем или иным проблемам. Где-то там были представители полицейского департамента, были представители, я уже сказал, департамента по делам бездомных, департамента парков, департамента транспорта. Перечислялась конкретные примеры, где что нужно, какие недоработки, какие предложения, жалобы от населения. И тут же записывались, тут же принимались какие-то меры, это было все очень эффективно и было очень интересно, важно и нужно. На собраниях же ежемесячных этого районного общинного совета председательствует Алвин Берг, это Chairman Community Board, 14 человек, возглавляющий председателя этого районного общинного совета. Алвин Берг тоже очень, на мой взгляд, грамотно и мудро уже много лет руководит этим районным общинным советом. Опять же, главный его принцип это уважение к другой точке зрения. Он, в отличие от некоторых других руководителей районных общинных советов, я насмотрелся за время жизни в Америке на всякие бывают ситуации, очень доброжелательный, очень уважительный, никогда не позволяет себе никакой грубости. И я был, например, однажды на заседании районного общинного совета номер 14, когда обсуждался вопрос о том, чтобы одно из зданий, которое принадлежало там частному менеджменту, они хотели его продать одной благотворительной организации, Доу Фаундейшн, которая занимается тем, что открывает специальные дома для бывших бездомных, учит их там программы по трудоустройству проводит для них, дает им возможность, что называется, путевку в жизнь. И пришли соседи из соседних домов, которые категорически были против этой идеи, говорили, что, во-первых, в самом этом доме нужно улучшить ситуацию и убирать мусор вокруг этого дома, усилить охрану. Там рассказывали про разваленные заборы, про много мусора, говорили про другие проблемы, связанные с этим домом и вокруг него. И они говорили, что вместо того, чтобы куда-то продавать и отдавать новым хозяевам, старому менеджменту бы не мешало бы там навести сначала порядок. Был представитель менеджмента этого дома. Но что меня больше всего там поразило, если хотите, к этому времени уже сам Алвин Бёрк и его коллеги по общественному районному совету, по крайней мере, по руководству, там есть экзекутив борт, уже как бы у них сложилось мнение, они уже встречались со всеми сторонами этого вопроса. И они рекомендовали районному общинному совету поддержать эту инициативу о том, чтобы разрешить продажу этого дома, передачу его для этих программ. Там было очень бурное обсуждение, выслушали пришедших гостей, соседей, которые были против этой продажи, выслушали мнение членов районного общинного совета. Один из выступавших был член районного общинного совета, который сказал, господин Алвин Бёрк, почему вы такие сделали полусекретные слушания? Почему вы только теперь люди, которые в этом районе живут, узнали только сегодня, недавно буквально узнали о том, что будет такое голосование? Почему вы раньше не пригласили, раньше не провели публичные слушания по этому вопросу? И в общем была критика в его адрес, причем публичная критика в его адрес, и вместо того, чтобы сказать, а ну там, ну типа заткнись, сядь на свое место, каждый сверчок знает свой шесток и так далее, и так далее, ничего подобного. Алвин Бёрк сказал, спасибо за ваше мнение, у меня такая позиция, вот может быть где-то мы недоработали, я готов выслушать конструктивную критику. И я вам скажу, в финале с очень небольшим перевесом голосов районный общинный совет рекомендовал отложить рассмотрение этой заявки, удовлетворить просьбы и запросы, жалобы жильцов прилегающих районов, которые сказали, сначала наведите порядок в этом доме, а там будем разбираться. Также пришедшие говорили о том, что если это передать дом программы для бывших бездомных, как это может отразиться на качестве жизни этого микрорайона. В любом случае, мне понравилась демократичная атмосфера, уважительная атмосфера этого обсуждения. Это было очень здорово, демократия в действии. Я подумал, что ничего подобного, где-нибудь там я из Минска, не могу себе представить, чтобы в Минске были такие вот демократичные собрания районных общинных советов, где бы критиковали местные районные органы власти. И прямо публично высказывали критику и обсуждали каждый вопрос от уборки мусора до какого-то строительства, вот так публично и всенародно. Я думаю, что это, конечно, большое завоевание американской демократии при всех издержках этой демократии. Мне очень хочется, чтобы русскоязычные эмигранты, как владеющие английским языком, так и не владеющие английским языком, активнее принимали участие в работе этих структур, которые оказывают большое влияние на качество жизни в тех или иных районах. Вы скажете, если я не говорю по-английски, что мне приходить, там же все собрание по-английски. Вы знаете, приходить иногда нужно даже для того, чтобы просто увидеть, во-первых, всем раздают программу, темы, обсуждения. Это все очень делается, я повторяю, демократично. Можно узнать, что тут до того, увидеть голосование. Ну, когда кто-то голосует, видно понятно, yes или no, понятно, одобряет человек или нет по итогам голосования тот или иной вопрос, рекомендация, утвердить что-то или не утвердить. Можно поинтересоваться у тех, кто говорит по-английски позже. В некоторых районных общинных советах, по крайней мере, в городе Нью-Йорке, в Южном Бруклине, в Центральном Квинсе, есть русскоязычные члены этого районного общинного совета. Я к тому говорю, что всем этим в любом случае нужно интересоваться, потому что если не интересоваться, за нас все будут принимать решения. К сожалению, англоговорящие иммигранты из бывшего Советского Союза, очень часто они настолько заняты своей работой или своей жизнью, что они не принимают участие, не приезжают. Собрания обычно хоть раз в месяц, но по вечерам. И не хотят, не всегда хотят приезжать, не все знают, иногда узнают только про существование этого районного общинного совета. Когда какая-то острая проблема возникла, тогда начинают искать, кто это дело утвердил, кто за это выступает, кто против этого, кто поможет. Только тогда начинают узнавать про существование этого комьюнити-борда. В общем, смысл сегодняшней передачи, что не только конгрессмены, президенты и мэры решают все вопросы в Америке. Иногда даже ваш сосед может проголосовать за тот или иной вопрос, который потом окажет влияние на то, как ходят ваши автобусы, в каком состоянии находится близлежащий парк или как работает местная школа. Это тоже может повлиять голосование или голос вашего соседа, а значит и ваш голос, не оставайтесь равнодушными к тому, что происходит вокруг вас. На этом мы подведем итоги нашей сегодняшней передачи у нас в Америке. С вами был Арий Каган. До встречи на следующей неделе и всего вам самого-самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Америку! Добро пожаловать в Америку!